Самое яркое и победное утро в году начинается волнительно. Уже готов оркестр главного штаба вооруженных сил, безупречные солдаты из роты почетного караула. В Приднестровье каждый год, ко дню победы, идет тщательная подготовка. На мемориале появляется президент Евгений Шевчук. Вместе со спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным первым делом подходит к ветеранам. Непринужденная беседа, трогательные рукопожатия. К ветеранам в Приднестровье отношения очень трепетные, ведь их осталось совсем немного. В память о тех, кто не дожил до этого дня, объявляют минуту молчания. На митинг прибыли члены правительства, парламента, Терраспольско-Дубоссарской епархии. Делегация из Российской Федерации в этом году достаточно большая. Приехали представители Федерального Собрания, Госдумы и министр культуры России Владимир Мединский. Сегодня мы начинаем наш праздник с нашего святого места, мемориала славы. Сегодня, вспоминая ушедших, мы благодарим за все то, что было сделано в тылу. За все то, что было сделано после войны, в ходе восстановления разрушенного Советского Союза. Хочу поблагодарить живущих ветеранов за их пример доблести и чести. Поздравляю всех преднестровцев с праздником. Вечная память ушедших. От имени президента России Владимира Путина с 69-й годовщиной Великой Победы преднестровцев поздравляет Дмитрий Рогозин. 9 мая для граждан России и других стран бывшего СССР действительно одно из важнейших событий в истории. Предмет гордости и уважения к своим народам и странам. На митинге много говорят о побежденном фашизме. Говорят через призму событий на Украине. Их сегодня даже при большом желании обойти не могут. Недавние события в соседней Одесской области, в Одессе, где заживо сожгли антифашистов, говорят о том, что сегодня крайне важно нам всем быть активными антифашистами. Потому что гадина фашизма, она живучая. И она будет жить всегда, когда мы будем расслабляться, когда мы будем забывать о своем прошлом. Поэтому сегодняшний день, День памяти, это день активной гражданской нашей человеческой позиции, которая не должна оставлять место ни одному проявлению неонацизма и фашизма. Мы должны помнить и бороться. Помнить и бороться. Помнить и бороться каждый день. Дорогие ветераны, я хотел бы пожелать вам здоровья и попросить, чтобы вы почаще рассказывали молодежи нам, что такое война, что такое нацизм на самом деле. Российские делегаты, выступая по очереди, отмечают, что в Приднестровье в свете последних событий на Украине сохраняют спокойствие и называют республику островом стабильности. Здесь никогда не откажутся от своей истории и от своих героев. И спустя почти 70 лет после победы перед ними преклоняются и любят. Огромное спасибо, Евгений Васильевич, вам и всему приднестровскому народу. Вы приняли закон о защите памяти Великой Отечественной войне. Вы приняли закон о защите ветеранов. Сегодня наряду с государственным знаменем на всех административных зданиях развивается копия знамени Победы. Спасибо вам огромное за эту память, мира и процветания приднестровскому народу, приднестровской земле. В этот день для приднестровцев российская делегация приготовила особый подарок. На мемориале славы торжественно передали Тирасполю официальную копию знамени Победы. Церемония передачи прошла под гимны наших стран. Первым венок к вечному огню и могилам павших защитников Родины по традиции возлагает президент. Трехкратный залп и с венками во главе с Дмитрием Рогозиным идет российская делегация. Долгих четыре года складывалась одна большая победа из-за отдельно взятых поступков и подвигов. Нам есть чем гордиться и нам есть о чем помнить. На мемориале сегодня тысячи террасполчан и гостей столицы. И обязательно молодое поколение. Именно им предстоит сохранить то, что было отвоевано ценой невероятных усилий. И они точно знают, что как бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая, День Победы, останется неизменным.